Девушки отдыхают Девушки отдыхают Блестящий спектакль блестящей труппы Так восторженно встретила пресса Московский театр Этсетера в Аргентине Тогда сами журналисты поставили оценку Пять звезд за исполнение В минувшие выходные театр побывал и в Чите С пьесой Островского «Сердце не камень» И детским спектаклем «Тайна тетушки Мелкин» Алана Милмана Они приехали в Забайкальскую столицу С так называемыми большими гастролями Федеральной программой По которой в 35 регионах России Зрители смогут посмотреть Более 100 спектаклей Известных режиссеров ведущих театров страны Среди них школа-студия МХАТ ГИТИС, театр имени Маяковского И, конечно, современный театр Этсетера Ему всего 23 года Он появился на свет Когда талантливый курс выпускников Не хотел расставаться с мастером Александром Калягиным И буквально заставил его создать свой театр В репертуаре в основном актуальная классика Экспериментов на сцене создатели не любят И потому показывают то, что отвечает Первоначальному замыслу автора Средний возраст актеров 28 лет И иногда на колоритные роли взрослых персонажей Приходится приглашать актеров из других театров Но в пьесе «Сердце не камень» Где страсти разгораются Вокруг супруги богатого купца Которое должно остаться все наследство Справились сами Грим и мастерство перевоплощения Сыграли свою роль Вера Филипповна Точно русачки из Тележной улицы Муж это сам называете Зрители тепло встретили актеров Среди них заслуженная артистка России Наталья Благих И народная артистка России Людмила Дмитриева Помимо спектакля Продюсеры гастролей Привезли даже курс «Театральная педагогика» Которое довелось услышать студентам Забайкальского краевого училища культуры Для 26 забайкальских семей в прошедшие выходные выбор между спокойным отдыхом дома и активным времяпровождением не стоял Все они приняли участие в 10-м юбилейном празднике «День молодой семьи», который проходил на базе «Березка» 26 молодых читинских семей Более сотни человек Этот день посвятили активному отдыху Многие в подобном туристическом слете участвуют не первый раз Хотя есть и новички Например, семья Пшеничникова Нам предложил воспитатель в детском саду Но мы особо долго не думали И сразу согласились Прошли буквально два этапа Уже очень понравилось Дети в восторге Замечательное мероприятие, на мой взгляд Всего перед участниками 11 площадок с различными испытаниями Нужно продемонстрировать спортивные навыки Обнаружить знания по оказанию первой медицинской помощи Спеть походную песню и многое другое Так сложилась судьба, что мы живем за городом, в своем доме То есть у нас вылазки туристические в лески Это походы, это у нас порядки вечера Можно сказать, каждый выходной мы стараемся выбраться подальше от дома Погулять, суп сварить, чай на костре То есть это у нас семейная традиция уже завелась Самые сильные эмоции, конечно же, на этапах веревочного курса Где при помощи инструкторов необходимо было преодолеть разрушенный мост Звездочку, Лианы, Лабиринт Кроме того, для каждой из семей существовало и домашнее задание Подготовить небольшой плакат-презентацию о себе и своих туристических достижениях В этом году количество семей увеличивается И в этом году отрадно видеть то, что семьи стали многодетные участвовать Во многих семьях по двое, по трое детей Приходят бабушки, дедушки с колясками прямо водятся Кто-то значит с колясками водится, остальные проходят этапы И это здорово, у нас появились постоянные участники Количество людей, которым это интересно растет Я думаю, что мероприятие, конечно же, свою цель достигнет и достигает ежегодно В Бурятии состоится пленэр для художников Работа мастеров кисти на открытом воздухе будет организована молодой художницей-декоратором Пленэры планируется провести в близлежащих от города Улан-Удэ местностях Писать природу с натуры будут как начинающие художники, так и именитые живописцы Более подробно моя коллега Ася Касьянова Здравствуйте, Ася Здравствуйте, коллега Работа мэтров с молодыми художниками пройдет в формате мастер-класса Ведь главная цель – перенять навыки у более опытных коллег Лучшие картины будут представлены на республиканской выставке «Связь времен» Теперь к другим событиям нашего региона Обратились к небу в минувшие выходные шаманы Бурятии провели обряд закрытия небесных врат Согласно поверью, в зимнее время небесные божества засыпают и не так активно следят за людьми Верующие поклонились богам и попросили не забывать про жителей республики в холодное время года Подробнее в следующем сюжете Нет войнам, наводнениям и пожарам Шаманы попросили богов уберечь Бурятию от трех самых страшных трагедий земного мира В обряде закрытия небесных врат участвовали 44 шамана По словам участников действия, в тела 13 сильнейших из них вошли божества Приняв человеческий облик, они пообещали помогать жителям республики Проводить их сон, чтобы они, уходя в сон, отдыхать, не забыли нас Что мы существуем на земле Что они поставили нам защиту Чтобы они дали силу и благополучие на проживание до открытия небесных врат На обряде закрытия небесных врат можно было присутствовать всем Каждый желающий, вне зависимости от национальности, пола или вероисповедания Получил благословение божеств Всего за лето прошло 13 обрядов Судьба медвежонка, найденного в микрорайоне Загорск, продолжает волновать улан-уденцев До сих пор неясно, как лесной зверь оказался в городских джунглях В прошлую среду сотрудники ветеринарии передали его инспекторам Бурприроднадзора Что с ним стало далее в материальном сарайном Сараева 16 сентября медвежонку Дома культуры Рассвет в поселке Загорск нашла молодая улан-уденка Она же и сообщила об этом в МЧС По словам сотрудников поисково-спасательного отряда, девушка сразу же ушла Известно лишь то, что зовут ее Маша В течение нескольких часов лесного гостя держали в уцеплении сотрудники ветеринарии, полиции и МЧС В итоге медвежонка было решено усыпить и передать инспекторам Бурприроднадзора По их мнению, детенышу 8-9 месяцев Предполагалось, что он мог отстать от медведицы, спасаясь от лесных пожаров Существует и другая версия Зверя могли подобрать в лесу и держать на частном подворье, откуда он избежал На следующий день было принято решение его выпустить в лес Так как в энографическом музее по словам сотрудников Бурприроднадзора ему не нашлось места Дикое животное должно содержаться в дикой среде обитания И вот его состояние позволяло нам выпустить, что вчера и сделано было Мы его отпустили, как говорится, в свою среду обитания По мнению сотрудников Бурприроднадзора, медвежонок способен жить в лесу самостоятельно Его выпустили в Иволгинском районе, в лесном массиве у села Рангой Однако, по мнению ученых, сельскохозяйственной академии лесной зверь еще мал В таком возрасте он еще должен находиться под опекой медведицы Судя по видео, возраст медвежонка 8-9 месяцев Выпущен, я уже, как понимаю, дикую природу Да Ну, как сказать, трудно сказать Но есть, конечно, вероятность, что он выживет в дикой природе Но при этом, конечно, вероятность, что он выживет, остается велика Как бы то ни было, но сейчас медвежонок уже в тайге Сейчас для него в лесу есть достаточная кормовая база Всего же, по подсчетам инспекторов бурпроводназора, сейчас в лесах Бурятии более 5000 медведей Выход хищников из леса в городскую черту – не редкость Еще один подобный случай был в середине лета Тогда поселок Кабанск также вышел медвежонок В одном из монгольских аймаков, который считается родиной динозавров, в ноябре текущего года планируют открыть первый парк этих животных Об его особенностях расскажет наш коллега Мунхбайар Энгболт Здравствуйте, коллега! Самое, конечно же, интересное в парке – это фигуры динозавров в натуральную величину, которые умеют издавать разные звуки На общей территории парка в 10 гектаров размещены более 20 видов динозавров Так как 40% территории парка занимает зеленая зона, организаторы планируют в будущем расширить эту часть парковой зоны Ну а теперь переходим на самых интересных новостях столицы Монголии О них расскажут мои коллеги и я, Мунхбайар Энгболт Этот год был богат юбилейными историческими датами 70-летие победы в Великой Отечественной войне 70-е годовщина победы над японскими оккупантами и окончание Второй мировой войны 76-летие победы на Халхенголе в войне 1939 года В рамках 76-летия победы на Халхенголе Российский Центр науки и культуры с музеем монгольского солдата Организовали совместную выставку «Братство по оружию» Победа на Халхенголе, которую завоевали монгольские и советские солдаты в войне против японских милитаристов Отразились в экспозиции выставки «Братство по оружию» По традиции ее ежегодно организуют Российский Центр науки и культуры и музей монгольского солдата Цель выставки – напомнить и рассказать молодому поколению о славе и подвиге монгольских и советских солдат Которые воевали против японских милитаристов Как вы видите, сегодня у нас аншлаг в нашем зале Я думаю, что и в следующих годах, и в дальнейшем данное мероприятие И данное событие действительно будет вызывать большой интерес среди монгольских и общественных В качестве экспозиции выставки представлены исторические документы, архивные материалы и фотографии времен войны Оружие, посуда и личные вещи солдат, найденных на полях сражений и во время проведения поисковых работ Здесь представлены уникальные находки Золотого фонда Музея монгольского солдата Все эти вещи и предметы – это свидетели тех времен Организаторы выставки придают большое значение подобным культурным мероприятиям Которые являются доказательствами нашего братства по оружию в те годы и в настоящее время И еще одной возможностью напомнить молодому поколению об ужасах войны Чтобы они ценили и берегли мир Ценцурен Энгбелек – середина земли Монголия В Алабаторе в Национальном парке культуры и отдыха проходят Дни культуры Англии С которой заключен договор о дипломатических отношениях еще в 1963 году Мероприятие приврочено в юбилей установления дипломатических отношений между Монголией и Англией В культурном мероприятии участвуют образовательные организации Англии Представители спорта, финансовых и юридических фирм, строительства и горнорудной отрасли Представители отрасли образования и сотрудники посольства представляют молодежи различную информацию и консультации Знакомят с направлениями обучения в высших учебных заведениях Рассказывают о студенческих визах и грантах на обучение Кроме того, что мы знакомим в рамках мероприятия с бизнесменами из Англии, которые работают в Монголии Мы стараемся поближе познакомить монгольских граждан с нашей страной Кроме этого, мы знакомим молодежь с английскими премьер-лигами, которыми так интересуется здешняя молодежь Мы надеемся, что в течение одного дня мы немного, но познакомились с Англией Подобные мероприятия проходят при поддержке посольства Англии в Монголии Кроме этого, участники мероприятия уделяют внимание вопросам по расширению торговли и бизнеса между двумя странами Чрезвычайно полномоченный посол Англии в Монголии, госпожа Катрин, акцентирует внимание на укрепление отношений между гражданами двух стран Развитие и выведение на новый уровень отраслей бизнеса и туризма Посольство старается предоставить как можно больше информации молодежи То есть предоставить более широкую информацию об учебных заведениях и грантах Так как отношения между нашими странами развиваются все больше с каждым днем, это направление у нас в приоритете Великобритания стоит на первом месте по качеству образования В Монголии есть немало выпускников британских вузов На сегодня они успешно работают в государственном и частном секторах и вносят высокий вклад в развитие и прогресс своей страны В рамках Дней культуры Великобритании по улице столицы прошел парад малолитражного автомобиля, произведенного в Англии Всем, кто встретит этот автомобиль на улицах города и сфотографируется на его фоне, ждет приятный сюрприз Это были новости Монголии. Благодарим за внимание. Передаем славу нашим коллегам из Китая Здравствуйте, коллеги. В студии Игорь Злотников. В ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае КНР завершила строительство скоростной железной дороги Цзилинь-Тумэнь-Хунчунь Ветка соединила центр провинции Цзилинь с приморскими районами Первый состав уже отправился в путь. Время в дороге сократилось вдвое По словам чиновников, строительство сверхскоростного полотна имеет огромное значение для развития туризма в регионе Для жителей Хунчуня это знаменательное событие Накануне открытия ветки многие приходили на вокзал просто полюбоваться на новую инфраструктуру Обтекаемые локомотивы, так не похожие на те, что здесь курсировали раньше А также просто почувствовать эту атмосферу новизны Ведь новое полотно вполне может превратить этот провинциальный городок в региональный туристический центр Тумэнь и Хунчунь расположены в восточной части провинции Цзилинь, недалеко от побережья Японского моря Географически это некий кластер, соединяющий северо-восток Китая, Приморский край России и Корейский полуостров Чиновники уверены, ездить будут как сюда, так и отсюда Раньше сообщение было неудобным, а сейчас ходят экспрессы Я хочу съездить в Пекин, в Шанхай, посмотреть Съездить стоит, ведь это по карману каждому Цена за билет первым классом от Цзилини до Хунчуня всего 133,5 юаня И через час небольшим 250 километров пути позади За три часа из Хунчуня можно добраться до административного центра провинции, города Чаншунь Всего ветка включает 9 остановок Полотно является немаловажным компонентом таких проектов, как пояс и путь и экономический пояс северо-востока Сейчас сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей охватывает большую часть региона Дунбэй Пользу от этого получат практически все сферы экономики Среди них туризм Северные пейзажи и самобытная культура корейского населения округа Яньбянь уже давно привлекают немало гостей Из других регионов и из-за рубежа Теперь же, уверены чиновники, когда сообщение стало буквально в два раза удобнее, поток туристов тоже увеличится в разы На данный момент мы планируем создать в Хунчуне зону сотрудничества в сфере пограничного туризма Цель проекта – укрепить связи и диалог Хунчуне с КНДР и с Россией А поток туристов спровоцирует и экспорт-импорт товаров Вслед за развитием транспортной инфраструктуры, высокоскоростных и обычных железных дорог, скоростных автомагистралей, в том числе и соединяющих нас с Россией и КНДР Хунчунь в будущем постепенно станет центром многосоставных перевозок, включающих воздушную, морскую, сухопутную логистику Станет настоящим транспортным кластером Северо-Восточной Азии Еще одной страной, получающей выгоду от расширения логистической сети региона Дунбэ, становится Монголия В частности, благодаря новой скоростной ветке Целинь-Хунчунь, районы в глубине материка соединяются с морскими портами «Эта железная дорога имеет огромное значение для нашего выхода к морю, для присоединения нашей провинции Целинь к государственному проекту «Пояс и путь», для продвижения нашего сотрудничества со всеми странами Северо-Восточной Азии, для повышения степени открытости нашего региона» В настоящее время у провинции Целинь еще нет достойного порта По словам чиновников, соединение Хунчунья с Приморским краем РФ позволит пользоваться российскими транспортными ресурсами Такого типа сотрудничества заметно увеличит объемы перевозок и торговли В городе Чинду на юго-западе Китая начался фестиваль ремесел Десятки мастеров со всей страны не только демонстрируют готовые изделия, но и показывают, как создаются эти шедевры Среди десятков видов древних искусств, входящих в национальный список нематериального культурного наследия, особый интерес посетителей проявляется к фигуркам из теста Подойти к мастеру не так-то просто Плотное кольцо из желающих понаблюдать за процессом создания необычной фигурки И очередь из желающих заказать свою мини-копию Джан Динчен демонстрирует традиционное китайское искусство лепки из рисового теста Под его пальцами буквально за несколько минут рождается уменьшенная во много раз копия заказчика «Мои предки стали заниматься лепкой длинными зимними вечерами, когда сезонные сельхозработы были завершены Они делали фигурки, которые можно было продать на рынке, или для своих детей, у которых не было других игрушек» Кажется, что отточенность движений передалась мастеру по наследству от отца и деда, а тем, в свою очередь, от предков, ведущих свой род с эпохи Хань Именно тогда, в двухсотых годах до нашей эры, и началось это увлечение Постепенно оно стало составной частью народного декоративно-прикладного искусства Любовь к творчеству Джан Гинчену еще в детстве привил его отец В 17 он уже покорял столицу Создаваемые им образы были настолько живыми и непохожими на работы других мастеров, что быстро приобрели известность как фигурки Джан Я основал дело в Пекине, но сейчас хочу продвигать его в моем родном городе В Чунду приезжает много туристов, которые, думаю, хотели бы везти с собой свою маленькую копию Хочу, чтобы мои фирменные работы, фигурки Джан, узнавали везде Сегодня легко можно сделать свою фотографию в любое время и в любом месте А вот чтобы тебя вылепили из клейкого риса, причем очень точную копию, это дорогого стоит, и она останется со мной на всю жизнь Таких мастеров, как Джан Гинчен, которые способны делать удивительные вещи своими руками, в Китае много Некоторые из них решили поделиться секретами плетения, резьбы, росписи и многих других ремесел, внесенных в национальный список нематериального культурного наследия Фестиваль декоративно-прикладного искусства на улице Ремесел в Чунду продлится до 21 сентября Татьяна Климова, СиСиТВ У меня на этом все, о других событиях мы расскажем в следующих выпусках До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok